Человек с никнеймом Рональдо. Спасибо большое за донат. Написано, видимо, на португальском языке. Я не знаю, как читается. Este bom. Спасибо большое. Ну, самодонат. Просто сам про себя, видимо, что-то отправил. Спасибо. Давай ознакомимся с твоим творчеством, дорогой Рональдо. Sting, спасибо большое. Тоже за донат. Тоже Sting донатят. Ну, то есть, в принципе, все звезды, серьезные ребята, все собираются на стримах у Моисея Великанова. Я, в принципе, не удивлен абсолютно. А что им еще делать? Геленджи! Да-да-да. Галкипер Петер Шмехель не только особенно эмоционально реагировал на свои блестящие сейвы, но также непередаваемым образом выражал разочарование от пропущенных мячей. Именно такие моменты... По-моему, он Шмехель, но неважно. ...полной безысходности настигли великого датчанина в одном из знаменитых матчей на Камп Ноу против Барселоны. Тем ноябрьским вечером 1998 года... У него же сын, по-моему, есть, да, типа, который тоже... А, тоже вратарь. То есть, у них прям династия. А, там датская у него. То есть, он датчанин. Тогда, может быть, и нет. Может быть, и Шмехель, действительно. Вратарь Манчестер Юнайтед несколько раз... Ну, хотя вряд ли. ...разводил руками и опускал голову. Весь противостояние... Я даже не поленюсь. Блин, вот главное не перепутать. Датч — это голландские, а Дэниш — это датские. Вообще, какой-то Смайкель какой-то, блин. ...магии одного из каталонских игроков было не в его силах. В сегодняшнем видео мы расскажем историю Ривалду, настоящего гения футбольной игры. Кого? Ривалда? А, Ривалда, блин. А донатер Роналда. Ладно. В следующем видео мы расскажем историю Ривалду, настоящего гения футбольной импровизации... Я даже не заметил. ...который с его удивительной и неповторимой игрой заставлял... Все, хотя имена португальские не отличили. ...выщиков по всему миру становиться детьми и верить в чудеса. Так, ну это можно... Среди великих... ...жизнебуществ он лишил его тракта в... А что, в смысле? ...найдется... Ладно, смотрим пока. Среди великих бразильских футболистов найдется немало таких, которые прошли через сложное детство и Ривалду Виттер Борбо Феррейра однозначно... А почему вылезла надпись реклама и реклама нет? Это что за наебка? Ранние годы жизни будущей звезды Барселоны были начаны бедностью и недоеданием, что оставило существенный след на его здоровье. Но вы можете не остаться нищим, просто нужно сделать ставку на 1x5, да? ...появилось искривление ног и, кроме того, он лишился нескольких зубов. Но все же главной потерей для Юнба Ривалду был его отец, который погиб в ДТП всего за несколько недель до первого профессионального контракта в жизни сына. Юный Виттер стал игроком молодежного коллектива Паулистану, но из-за отсутствия средств вынужден был каждый день пешком преодолевать десятки миль, чтобы попасть на тренировки своей команды. То есть он тренировался, можно сказать, еще до тренировки. Тем не менее, упорство взяло вверх, и в 1991 году Ривалду дебютировал на профессиональном уровне в Санта-Крузе, клубе бразильской серии B. И хоть результативность молодого форварда была приличной, как для первого сезона, однако он был списан тренером и отправлен в дивизион ниже, где стал игроком Можи Мирина. Именно в трясине бразильского футбола Ривалду во весь голос заявил о своем таланте. Помимо достойных голевых показателей, он резко выделялся неординарной цепи. То есть его как бы спустили пониже, а он настолько на фоне более слабых игроков всех вообще херачил, что контраст стал понятен и заметен. И уже вскоре попал на заметку к скаутам бразильских грантов. В результате Виттер не просто пошел на повышение, а сразу же ворвался в серию А, причем в элитном дивизионе также был на расхват. То есть он был сперва в очень слабой команде, в слабом дивизионе, и там просто жестко всех мочил. А потом его еще взяли в команду вроде как типа посерьезнее, и он там стал самым лучшим игроком. Ну то есть это мощно. А из какого? Ревалду, тем же летом он начал новую европейскую главу своей карьеры. Причем изначально... А он, кстати, ровесник моих родителей, в том же году родился с имя второго. Противец должен был оказаться в парме, но в итоге в последний момент аргументы президента Депортиво, Аугусто Лендойру, оказались более убедительными. Глава Галисийского клуба продолжал строить знаменитый супер-деппор и сделал все... Штат Пернамбуку. А что за происхождение? Я что-то не понял, в чем прикол. Можно для приглашения столь яркого исполнителя. Что и говорить, усилия Лендойру не оказались напрасными, ведь если до этого Ревалду был звездой только на родине, то в сезоне 96-97 он произвел впечатление на всю Европу. Вокруг него строилась атакующая игра Депортиво, который в итоге занял третье место в Примере вслед за Реалом и Барселоной. Бразильчик решил очередь в гонке бомбардиров, отличившись 21 раз в 41 матче. При этом Ревалду не просто регулярно забивал, а создавал на футбольном поле шоу, чем особенно впечатлил местную футбольную общественность. Он сочетает в себе два главных качества идеального футболиста. «Артистизм и эффективность», с искренним восхищением писала бразильца «Испанская пресса». Нетрудно догадаться, что после настолько впечатляющего сезона Ревалду пошел на повышение. Причем его выбрала сама Барселона, которая в 90-е годы была адептом атакующего футбола. Не менее удачной сделкой для каталонского клуба считалось приглашение тренера Луи Ван Гаала, который прибыл на Камп Ноу одновременно с бразильцем. Новоиспеченный дуэт игрока и наставника дал мгновенный результат. Ревалду в центре нападения на редкость успешно заменил ушедшего в Интер Роналду, а Барселона не только вернула чемпионский титул, но также выиграла Кубок Испании. Сам же бразилец отличился 28 раз во всех турнирах и стал новым любимцем публики на Камп Ноу. Помимо правой ноги, у Ревалду есть все. Он с легкостью сражается с защитниками, владеет выдающимся дриблингом, а его левое — это сочетание утонченности и мощи кувалды. Гениальный бразилец — самый неудержимый футболист со времен Марадоны. И это лишь часть тех красочных эпитетов, которыми СМИ описывали игру форварда Барселоны. Хера, он там левый как занес, блин. Вверх ворот. Но несмотря на голевые показатели, с нового сезона Ван Гал сделал центральным... Сейчас вот на 6.18 перемотаем, сейчас хотел показать... ...вот этот вот удар. А, нет, там правый. Что? Что? И это лишь часть тех красочных эпитетов, которыми СМИ описывали игру форварда Барселоны. А, сука. Это вообще жесть. ...центральным нападающим новичка Патрика Клюйверта. А бразилец все чаще играл на нелюбимом левом фланге. Хотя это вовсе не помешало ему выдать по-настоящему блистательный 99-й год. Причем тогда Барселона даже не играла в плей-офф Лиги Чемпионов. Но бразилец находился попросту в космической форме. Он забивал шикарные мячи и выдавал гениальные передачи, особенно успешно проявляя себя в больших матчах. Так, Ревалда по два раза расписывался в воротах Реала, Валенсии и Депортива, что во многом позволило каталонцам защитить чемпионский титул. Всего же в активе форварда Блау Гранос за календарный год набралось удивительные 32 гола. Не менее успешным оказалось его выступление на Кубке Америки 1999. Долгие годы напряженных отношений с болельщиками Ревалда использовал как мотивацию, что помогло ему выиграть континентальное первенство и, наконец, реабилитироваться в их глазах. Причем форвард Барселоны дважды отличился в финале и стал одним из лучших футболистов турнира. Да, может, ему не хватало шарма и харизмы Дэвида Бэкхэма, который был действующим обладателем Лиги Чемпионов. Но на поле Ревалда однозначно считался лучшим на тот момент. Именно поэтому в дрессованиях за золотой мяч и при сильнейшему игроку FIFA он значительно опередил не только англичанина, но и Габриэля Батистуту с Андреем Шевченко. Всем временем у Барселоны начались трудности. Помимо скандальной продажи Луиша Фигу, у каталонцев хватало игровых проблем и о чемпионстве оставалось только лишь мечтать. Команду покинул Луи Ван Гал. Многие лидеры перестали выступать на прежнем уровне, но Ревалду оставался, пожалуй, единственным стабильно звездным игроком. Более того, иногда он буквально в одиночку добывал для Барселоны результат. И здесь, конечно же, стоит вспомнить удивительную игру против Валенсии, которая стала настоящей футбольной классикой. Перед последним туром сезона 2000-2001 каталонцы на три очка отставали от летучих мышей и принимали их на Камп Нуу. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, Блаугранас... Спасибо большое, посмотрим. Колыбельно. Спасибо. Нужна была только победа, но в нее мало кто верил, ведь Лос-Чест в тот момент были действующим двукратным финалистом главного Еврокубка. И хоть многие думали, что Валенсия обязана одержать победу, но точно не Ревалду. Двумя прекрасными дальними выстрелами он дважды выводил Барселону вперед, но соперник неизменно отыгрывался. Казалось бы, матч завершился в ничью, но на 88-й минуте встречи бразилец с потрясающим ударом в падении через себя заставил Камп Нуу забиться в экстазе. И стопки ягер нет пока. Еще одной выдающейся вехой в карьере Ревалду стал чемпионат мира 2002 года, который оказался триумфальным для бразильцев. На полях Японии и Южной Кореи Селесау предстали настоящей атакующей машиной, а одним из лидеров команды был как раз нападающий Барселону. Да, на фоне феноменального Роналду сложно было сыграть ярче, но все же он забил целых пять мячей и, разумеется, попал в символическую сборную Мундиаля. С другой же стороны, на том чемпионате мира Ревалду отметился негативным поступком, который существенным образом повлиял на его репутацию. Еще на групповом этапе в матче с Турцией бразилец запомнился вопиющей симуляцией, которая привела к незаслуженному удалению Хакана Унсала. Причем позже в ворота Турок был назначен пенальти и реализовал его именно форвард в Барселоне. После встречи Ревалду... А что это несправедливо? То есть... Короче, я не знаю. Я в футболе, конечно, не разбираюсь особо. И могу сейчас херню сказать, но насколько вообще мне кажется, насколько я понимаю суть приколов и суть того просто, что постоянно происходит в плане каких-то симуляций в этой игре, скорее всего, профессиональных футболистов учат при любом удобном случае обязательно... Как это называется? Ну, типа, не симулировать, а как бы показывать, что вот в меня попали, вот, типа, меня задели. То есть если можно этим воспользоваться, то этим нужно пользоваться. Просто потому, что это либо выигрывает время, либо выигрывает какие-то результаты. То есть, скорее всего, типа, это не какое-то читерство, как делают там чилики. А просто, то есть, ты лучше... Если тебя задели, ты лучше не выпендривайся и не строй из себя там героя, который пойдет дальше и тебе все там что-нибудь порвет, какие-нибудь, не знаю, травмы или еще что-то. А лучше изобрази, что что-то не так, типа, передохни там как минимум и так далее. Тем более, если... Ну, есть повод какой-то к этому. Мечом прям в него зарядили со всей дури с ноги. То есть, почему это... Почему ему не стоило бы этим воспользоваться? Я не согласен. Я был рад видеть красную карточку. В футболе и без того много фаллов и несправедливости. Но чтобы он продолжал оставаться красивым, творческие игроки должны иметь возможность проявлять себя. Тем не менее, футбольная общественность была отнюдь не на его... Ну, понятно, что, да, в основном даже ценители футбола, они все-таки к таким вещам относятся скорее негативно. Они считают, что это, типа, не честно, что это, не знаю, какой-то зрелищный спорт, это еще что-то. Но мне кажется, то есть, если бы я был бы футбольным тренером, я бы прям говорил ребяткам, что симулируйте при любом удобном случае, потому что здоровье, во-первых, важнее всего, а во-вторых, это можно делать просто. И все. Почему бы это не сделать? Причем среди людей, осуждавших бразильца, порой ходили радикальные мнения. К примеру, один из обозревателей того чемпионата мира резко осудил форвардер. Этот поступок настолько презренный, что заслуживает встать в один ряд с фоллом Тони Шумахера на Патрике Батистоне и рукой бога Диего Марадоне. Как бы там ни было, но после того мундиаля карьера Ревалда неуклонно пошла на спад. Он покинул Барселону и перебрался в Милан, где играл далеко не так ярко, как в Тони Шумахера. Бразильца даже признали разочарованием года в серии А. Но с другой стороны, именно в составе Россонери он выбрал единственную лигу чемпионов. Вслед за Миланом Ревалда успешно выступал в Олимпиакосе и Айге, а затем принялся скитаться по миру, поиграв в чемпионате Узбекистана и Анголы, пока не решил вернуться в Бразилию. Об окончании своей карьеры великий форвард объявил в марте 2014 года, будучи игроком и президентом Можеми Рим, скромного клуба, который, тем не менее, стал для него родным. «Со слезами на глазах, сегодня я хотел бы в первую очередь поблагодарить Бога, мою семью и всех тех, кто поддерживал меня на протяжении всех 24 лет игровой карьеры». Правда, как оказалось, это был еще не конец его игрового пути. Спустя год и несколько месяцев 43-летний бразилец вышел на поле вместе со своим сыном Ривальдинио. В той встрече Можеми Рим добыл победу, а каждый из них забил по мячу, сделав прощание Ревалда с футболом еще более символичным. Конечно же, для многих Ревалда стал неприятной личностью после той симуляции на чемпионате мира. Однако на самом деле, в первую очередь, стоит обращать внимание на его футбольные достижения. Когда бразилец находился на пике во время выступления за Барселону, ему, конечно, как-то типа бочиной жопой поймал, то есть это не супер... больно. Но еще раз, я... Ну, типа, у меня точно нет вопросов. ...так много равных. Что и говорить, 235 матчей и 130 голов в составе каталонцев смотрятся впечатляюще. Да и что касается личностных качеств Ревалду, лучше вспомнить о фонде помощи бедным, который он открыл в родном городе и старался не афишировать этот факт. Или же о том, как бразилец разделил свой золотой мяч на 60 частей и подарил каждому, кто был причастен к его успеху вплоть до клубной прачки Барселоны. Именно такие поступки позволяют утверждать, что Ревалду был не только гениальным игроком, но также человеком с огромным и добрым сердцем. Спасибо большое за донат. В принципе, мне иногда даже интересно чуть-чуть про футбол что-то так посмотреть. Я, конечно, абсолютный подпевасник тоже в этом плане. То есть я смотрю чемпионат мира, чемпионат Европы. Абсолютно не эксперт и ни в коем случае на это не претендую. И опять же, то есть я... Ну, насчет симуляции все-таки высказал такое мнение и наблюдение. То есть, ну, насколько просто мне кажется, исходя из того, что я видел, из того, что происходит, мне кажется, что... Ну, я не знаю, просто мне не кажется, что это прям можно отнести как симуляция. То есть симуляция — это если вообще не было прикосновения, а ты делаешь вид, что оно было. А если было какое-то, типа... Ну, не знаю, если прямо в тебя зарядили мечом, даже если в бочину, или если тебя толкнули как-то локтем, то... Ну, там, может быть, даже вроде как типа не сильно задели, то есть это не критично. Но что-то такое произошло. Мне кажется, что имеет смысл как бы показывать... Ну, причем ты не можешь просто сказать, типа, ой-ой-ой, да, и побежать дальше. А то есть поскольку это огромное поле, и там, ну, типа, надо... Это как в театре. То есть нужно артистизм, чтобы был в два-три раза больше, чем если это происходит просто вблизи. Поэтому нужно как бы ярко показать, что вот меня задели. Типа, то есть чтобы, исходя из этого, как-то игра поменялась. Я вот не могу доформулировать до конца эту мысль, то есть где еще я это замечал, и как мне кажется, что это... все-таки важная штука. Вот. Ну, то есть тоже для того, чтобы немножко раж какой-то сбавить и так далее. Ну, поправьте меня, если я не прав. Вот. Но в плане музыки не надо меня поправлять, потому что в плане музыки я, типа, скорее всего, прав. Ну, то есть для того, чтобы я не забыла это сделать. Ну, то есть для того, чтобы я не забыла это сделать. Ну, то есть для того, чтобы я не забыла это сделать. Ну, то есть для того, чтобы я не забыла это сделать. Продолжение следует...